В Гайском городском округе школьные каникулы начнутся раньше. Такое решение было принято на очередном заседании муниципального штаба. Каникулы у школьников начнутся уже с 25 октября и продлятся по 7 ноября. По словам главного врача городской больницы Галиксия Федосова, в Гайском округе идет рост числа заболеваемости коронавирусной инфекцией. Увеличение школьных каникул на две недели может помочь в снижении числа заболевших. Также на заседании штаба решено приостановить деятельность кружков дополнительного образования, учреждений культуры и спорта с 25 октября. Это также поможет стабилизировать эпид-обстановку. Жители Советской 14-я в Гайе мерзнут в своих комнатах. Дело в том, что дом коммунального заселения не обслуживает ни одна из местных управляющих компаний, а потому отопление здесь до сих пор не включили. Мы жители города Гайе, живем на 14-я Советская. У нас нет тепла. На той стороне дали отопление, на нашей стороне нет. Холодные трубы, обогреваемся обогревателями. Всему дому, кого не спросишь, все три подъезда, у всех холодные трубы. У всех тоже дети есть. Дети тоже заболевают. Мы хотим, чтобы нам дали тепло. Отметим, что в проблемном доме располагается Центр детского творчества «Радуга», и там отопление есть. С задержкой, но все же местные власти позаботились о тепле в детском учреждении. О жителях дома как будто забыли. Звонила в «Радугу», говорит, там нам одну сторону дали тепло, кто дал, тоже не знаем. А второй стороне нет тепла. То есть на той стороне дали только благодаря тому, что там детское учреждение? Да, там дали тепло. А мы сказали нам, что нас никто не обслуживает. Ходили в ЖКХ, тоже спрашивали, кто нас обслуживает. Мы не знаем. Все вот так вот руками разводят. По словам Юлии Чепельской, она и соседи неоднократно звонили и ходили в администрацию округа. Там о проблеме знают, но не решают ее. Добавим, что отопительный сезон в Гае стартовал 29 сентября. Пробные топки – 21-го. Тем не менее, в городе по-прежнему остаются дома с холодными батареями. Все они состоят в списке не имеющих своей управляющей компании. Решать коммунальные проблемы таких домов по закону должна администрация. Людмила Фролова, Андрей Корчагин. Служба информации телерадиокомпании «Евразия». Накануне в Гае в переулке Октябрьском произошел серьезный пожар. В областном управлении МЧС раскрыли подробности случившегося. По данным ведомства, горела надворная постройка, а именно недостроенный гараж общей площадью 36 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара от МЧС привлекались 9 человек, в том числе и огнеборцы из соседнего Орска, а также 5 единиц техники. Тушение длилось более двух часов. К счастью, никто не пострадал. По факту случившегося проводится дознание. Предварительная причина пожара – неосторожность при проведении сварочных работ. Еще 3 сентября во дворе на Ленина 56 Афгая сгорела детская горка. Время шло, и обгоревшая конструкция стала волновать местных жителей по двум причинам. Потому что горка в таком состоянии опасна для детей, и потому что она портит внешний вид двора. Люди неоднократно звонили в администрацию и свою управляющую компанию с просьбой помочь в демонтаже горки, но получали отказ. Выяснилось, что детская горка юридически не имеет владельца. Многие годы назад она появилась во дворе перед выборами депутатов 5-го созыва в подарок местным жителям. С тех самых пор в хозяйственное ведение ее никто не принял. Поэтому демонтировать горку при участии администрации будет нецелевым расходованием бюджетных средств, демонтировать силами управляющей компании нецелевым расходованием средств жильцов. И пока все перекладывают ответственность друг на друга, у сгоревшей горки продолжают собираться дети. Актуальной проблемой в Гайском городском округе остаются пожары. Так, по данным администрации, с начала года на территории муниципалитета были зарегистрированы 296 пожаров, в том числе 63 ландшафтных. 80% всех возгораний – это неосторожное обращение с огнем. К примеру, в ночь на пятницу в квартире на улице Спортивной в Гае пожар начался в прихожей. Огонь повредил площадь в 2 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал. В Гае возбудили уголовное дело после отравления 7-летней девочки суррогатным алкоголем. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета. Дело завели по факту сбыта и хранения продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Под подозрение попала 58-летняя жительница села Белошапка. Следователи считают, что она изготовила спиртосодержащую жидкость и продала 15-летнему подростку. Затем этот алкоголь распила группа несовершеннолетних, в числе которой 7-летняя внучка, предполагаем, избытчицы. Девочка почувствовала себя плохо, вернувшись домой. Ее доставили в больницу Новотроицка. Сейчас жизни и здоровью малолетнего ребенка ничего не угрожает. Летом текущего года четыре сотрудника детского оздоровительного лагеря «Солнечная горка» под Гаем заразились коронавирусом прямо во время смены. Заболевшие и контактировавшие с ними дети выбыли из лагеря, а ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. Проведенная проверка показала, что в распространении инфекции по территории «Солнечной горки» виновата медицинская сестра, в чьи должностные обязанности входили организации и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, обеспечивающих безопасность детей и персонала. В ходе проверки специалистами были выявлены нарушения требований санитарных норм и правил. Так, в двух корпусах лагеря не проводилась ежедневная влажная уборка комнат с обработкой всех контактных поверхностей. В обеденном зале и помещениях пищеблока генеральная уборка осуществлялась реже одного раза в неделю. При круглосуточном режиме работы детского лагеря термометрия выполнялась формально. В отношении медицинского работника было возбуждено административное производство, которое рассмотрел Гайский городской суд. Женщину оштрафовали на 7,5 тысяч рублей. В Гай прошел совместный рейд сотрудников ГИБДД и судебных приставов. Останавливая водителей, дорожные полицейские проверяли у них документы на транспорт, а приставы при помощи базы данных наличия задолженности по исполнительным производствам. При выявлении таковых должникам вручались квитанции для оплаты, либо повестки для явки в районный отдел судебных приставов. В городском молодежном центре Гая до 27 октября проводится акция по сбору ненужных журналов, газет, бумаги и прочей макулатуры «Бумажная перезагрузка». Участников, сдавших самое большое количество бумажных отходов, ждут ценные призы. Также все участники получат сертификаты. Для участия в акции собранную макулатуру можно сдать по адресу Гай, переулок Суворова, 4А, телефон для справок 4-22-13. В Гайском городском округе гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945, вручили памятные медали «Дети войны», учрежденные указом губернатора Дениса Паслера. На сегодняшний день медали получили более 2000 гайчан. К сожалению, волонтерам не удалось застать дома всех получателей, внесенных в списки. Кто-то переехал к детям, но прописка осталась прежней, а кто-то, возможно, находится в отъезде или на лечении в больнице. Если вы или ваш родственник подходите под категорию «Дети войны», но еще не получили памятную медаль, обратитесь в администрацию по телефону 4-28-04. Гайский историко-кривеческий музей стал участником программы «Пушкинская карта». Для того, чтобы оплатить билет Пушкинской карты, необходимо зайти на сайт учреждения и перейти в раздел «Оплата билета». Способом оплаты необходимо выбрать «Пушкинскую карту». После этого наслаждаться искусством, неспешно прогуливаясь по залам музея. Напомним, что с 1 сентября в Оренбурге, как и во всей стране, был запущен федеральный проект «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут получить платежную карту с 3 тысячами рублей на балансе на посещение культурных мероприятий. Подать заявку можно на портале госуслуги и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении госуслуги «Культура». В Магнитогорске прошло открытое первенство Челябинской области по практической стрельбе из пневматического пистолета. На соревнованиях успешно выступили воспитанники Гайского спортивно-стрелкового клуба. Так, в классе «Стандарт» среди юношей до 14 лет лучшим оказался Даниил Амельченко, учащийся школы номер 10. Он также стал победителем в дуэльной стрельбе. Золото в серийном классе среди девочек до 11 лет завоевала Анна Пронкина в аналогичных классе и возрастной категории. Но среди мальчиков серебряным призером первенства стал Тимофей Емелин. Тренируются ребята под руководством Татьяны Горшениной. Еще больше интересных новостей опубликованы на сайте гай.рф. Ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Всего доброго, до новых встреч!